В нашем турнире будет 14 поединков, наш турнир будет транслироваться на российских телеканалах, это матч страна, матч боец и матч ТВ. Я бы обратил ваше внимание, прежде всего на местного, на Петрикова, очень талантливый молодой парень, 19 лет он показывает очень зрелый, интересный, самый главный зрелищный бокс, из него может вырасти хороший боксер и звезда. Конечно, стоит обратить внимание на бой Фирузы, это естественно, потому что она способная девочка, она чемпионка мира и самое главное, она тренируется в Казани и она, можно сказать, местная. Фируза Шарипова двукратная чемпионка мира в двух весовых категориях, представляющая Казахстан, единственная в Казахстане чемпионка мира, причем чемпионка мира была она в двух весах. В данный момент в Казани она будет боксировать за пояс в третьей весовой категории, за пояс чемпионки мира, чего в Казахстане вообще не было и я надеюсь, после победы в этом бое Фируза занесут еще раз в Книгу рекордов Казахстана. Очень рада, что буду боксировать 22 августа. Хотелось бы поблагодарить организаторов этого вечера бокса, отдельно хотелось бы еще поблагодарить главу промоутерской компании Руси Мравилича за возможность показать себя, свои возможности, свой талант. Мы подготовились хорошо, думаю, будет красивый и зрелищный бой 22 августа. И Виталий Петриков, это проспекта, наша промоушена. Он является на сегодняшний день обладателем пояса IBA в своем весе. Соответственно, ему предоставить также достаточно интересный конкурентный бой, как мы надеемся, с очень опытным соперником, у которого очень хороший положительный рекорд. И это будет, на мой взгляд, самым серьезным испытанием его карьеры на сегодняшний день в карьере Виталия. Надеемся, что он пройдет ее с честью. Добрый день всем. Хотел поблагодарить организаторов этого турнира, мою команду, промоутерскую компанию Rattel Profight. Мы прошли хороший этап подготовки, подготовились и достаточно соперник конкурентный. Я думаю, что покажу субботу наше испытание. С свиного возраста я всегда любил драться. В первый раз в зал пришел в возрасте 8 лет. Как раз я жил в селе, и когда мне исполнилось только 8 лет, как раз открылась школа бокса, в моей деревне, в моей школе. И буквально через месяц подготовки, где-то месяц-два, меня выставили на первые мои соревнования. Завоевал первое место, получил кубок, медаль. Для меня это было приятно, и дальше пошел. Я выполнил норматив мастера спорта России. И, если честно говоря, у меня с самого детства была мечта выйти на профессиональный ринг. У меня не было такой мечты завоевать золото на Олимпийских играх, участвовать на чемпионате мира. Честно говоря, у меня всегда было такое, чтобы выйти на профессиональный ринг и боксировать. Я не считаю, что это рано. Нужно двигаться как-то вперед. Соответственно, с каждым боем соперники все будут серьезнее и серьезнее. Конкуренция будет серьезная. Я к этому готов. И готов к любому вызову. Все это время, полтора года моего отдыха, я держалась в физической форме. И в начале этого года я обратилась к тренеру, к диетологу Ирине Стеценко. И большую часть, наверное, роль сыграла еешний профессионализм. Мы онлайн вели тренировки, следили за питанием. Приехав сюда, я уже была в форме. Здесь провела неделю ОФП. А затем у меня был месяц спаррингов. Я думаю, что я в форме. Я заключила контракт во главе с Русем Равильевичем в промоутерской компании «Раттлпрофайт», где у меня будет возможность развиваться как профессиональный боксер. Контракт заключен в данный момент на один год, за который пройдет 4 боя Фирузы, с возможностью пролонгаться еще на такой же срок и на такое же количество боев. Фируза и мечта сначала была стать чемпионкой мира. Она, в принципе, работая с нами, осуществила эту мечту за полтора года. Сейчас у нее мечта стать абсолютной чемпионкой мира. Посмотрим, за сколько это получится. Но я думаю, что в течение года есть цель. Это Кэти Тейлор, олимпийская чемпионка. Но мы пока откладывали, потому что для такого боя нужно пройти определенную подготовку и определенное количество боев. Скорее всего, бой с Кэти Тейлор будет как раз четвертым боем и состоится примерно через год. Вступает очень много предложений, в том числе и сняться в кино. Но сейчас моя главная задача – это стать абсолютной чемпионкой мира. А там, конечно, хочется развиваться в другой сфере. Время все покажет. То есть мы можем ожидать, что...